Новый год – праздник ожидания подарков и волшебства. Всего этого особенно ожидают дети. Совет Первого микрорайона для самых маленьких жителей поселка Прохладный организовал веселую праздничную программу. Около сотни ребятишек собрались на новой спортивной площадке, где установили большую ель, которую красили игрушками и мишурой, и пусть не до самой макушки, но зато своими руками. Сегодня в Первом микрорайоне мы провели Новый год для деток поселка Прохладного. Собрались все детки и школьники из детского садика. Спасибо большое главе города Алексею Николаеву Матыченко, который сделал традиционными елки на детских площадках. Спасибо также депутатам нашего города и района, которые оказали спонсорскую помощь в виде сладких призов, призов, которые были проведены на конкурсах. Я думаю, что это будет традиция не только в поселке Прохладном, не только на других детских площадках, а также и на домовых территориях, чтобы дети могли почувствовать тот праздник, который надвигается. По инициативе главы города и председателя микрорайона было принято решение в 2014 году, уже такая традиция у нас продолжается второй год, проводить в микрорайонах на улице предновогодние елки. Вот сегодня первый микрорайон открывает, так сказать, в преддверии Нового года, в поселке Прохладном. В этом году здесь по инициативе главы и депутатов была построена спортивная площадка и решили традицию не нарушать именно в этом месте, рядом со спортивной площадкой, провести замечательное мероприятие, которое организовала 10-я школа председателя микрорайона, наши депутаты. Пахова Татьяна Ивановна предоставила елку в своем предприятии, ее установили. Но я думаю, праздник пройдет удачно, детей много, настроение хорошее. Самое главное, что присутствуют Дед Мороз и Снегурочка. Ну а всем жителям первого микрорайона и жителям поселка Прохладно хочется пожелать в преддверии Нового года здоровья и счастья, всего самого наилучшего. И праздник получился веселый. Малыши встречали Дед Мороз и Снегурочка. Они вместе водили вокруг елки традиционные хороводы, пели песни, читали стихи. И пусть пока нет снега и на улице плюсовая температура, дети все равно радовались сказочным героям и вместе с ними играли в разные игры вокруг новогодней ели. И жду его каждый год. Вот-вот он откроет двери и к нам у Сташи зайдет. Как ела себя он спросит и снег с бороды стряснет. Спеть песенку он попросит и лучше подарок найдет. Конечно, он чей-то папа, конечно, он чей-то дед. Но лучше его на свете, поверьте, вообще не конец. Очень нравится. Непривычно для нас, как бы нетрадиционно, это еще проводить такую елку. Но очень нравится, детям нравится, детям в восторге. Очень хорошо и приятно. Пусть это в традиции будет в нашем поселке, чтобы каждый год елочку открывали. И мы только приветствуем это и радуемся этому. Впечатление, конечно, хорошее. Это хорошо, что хоть для детей. У нас тут и так детям некуда, не пойти, ничего. Ну и спасибо всем депутатам, администрации. Нина Владимировна, она у нас беспокойная такая. Пожелаю всем здоровья, счастья, чтобы не было войны, чтобы все было хорошо. Мы очень рады, что такую елку нам провели, городские власти. Такую сделали шикарную площадку. Детям очень нравится. Пусть почаще будет это в традицию входит. Дарья Твиненко, Георгий Супов, телекомпания «Алабам».